рада вас приветствовать на канале уютный дом меня зовут маргарита и в этом видео я с вами поделюсь можно сказать не секретами покраски коричневых шоколадных трубочек просто своими наработками как я обычно крашу вот такие трубочки чтобы они у меня получились шоколадного цвета и чтобы при этом они были в супер качественные за основу я брала не воду а морилку вот далее видео я вам покажу как я все это буду красить трубочки с таким составом получаются очень качественная то есть при они при заломах ну когда сильно сгибаете трубочка она не трескается такой вот замечательный цвет самый распространенный у меня вопрос как же красить эти коричневые шоколадные трубочки вот и далее видео я вам это покажу всем приятного просмотра не забывайте подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх для замеса такого цвета я буду использовать такие материалы здесь морилка у меня уже разметил разведена это осталось от хлебницы такой цвет мы замешивали на хлебницу круглую потом два колера черный и коричневый коричневый такой вот с краснотой и пропитка для дерева можно использовать лак замешивать буду на основе на основе морилки я буду замешивать небольшое количество миллилитров 100 где-то может 120 150 получилось теперь добавляю я все вот этот цвет именно замешиваю на глаз потому что его очень трудно как-то получить шоколадный потому все делаю на глаз ну принципе я всегда на глаз пропитку две ложечки две ложки это я вот стабильно кладу надо хорошо размешать комочки чтобы растворились можно подогреть морилку чтобы пропитка быстрее растворилась что полегче было немножко замешала комочки практически все растворились теперь добавляем колеры добавляю коричневые давайте чтобы вам было удобнее я буду это делать на ложку ложку коричневого вот именно мне нужен такой колер коричневый с краснотой если у меня вот когда не было такого цвета я добавляла еще красного колера размешиваем и добавляем черного добавляем сначала пол ложки а потом уже будем корректировать главное много не лить черного потому что потом трудно будет исправить все размешиваем также можно замешивать цвет венге побольше колера черного на основе морилки колера здесь нужно принципе не жалеть ни капельку лить побольше этот колер растворяется хорошо надо нам получить плотную такую консистенцию краски давайте еще повторим добавляем коричневого ложку когда я такой цвет замешиваю я замешиваю это в большой банке он слава богу не тухнет у меня когда банки хранится может за счет того что это морилка не самодельная покупная в принципе стоит долго и вам тоже советую себе планируете много таких изделий шоколадных шоколадных плести замешивайте побольше потому что каждый следующий раз получаются разные какие-то оттенки вот что получается цвет уже более такой вот шоколадный видите этот коричневый этот шоколадный такой с краснотой сейчас я высушу трубочку вот высушила вот что получается конечно же мы будем красить на два слоя еще один красить будем кисточкой чтобы равномерно распределить краску подсушил еще один раз подсушила видно да что он уже в принципе шоколадный плотный теперь можно если вас такое устраивает можно пропиткой уже обрабатывать трубочки я сейчас начну обрабатывать небольшое количество не обрабатывать и красить красим кистью обязательно потому что методом окунания трубочки будут разводы и потеки но это и в том случае красим если вам прям необходим необходим равномерный цвет если вы хотите какой-то ниланж чтобы тут неравномерный раскрас был то конечно можно окунанием хорошо размазываю не хорошо пропитываются мы потом еще размазываем еще раз одним слоем закрепляем теперь подсушим сушим так чтобы верхний слой полностью высох краска следующем слое будет хорошо ложиться и впитываться так набираем еще второй слой красим при покраске нужно учитывать при замесе когда мы покроем пропиткой цвет немножко потемнеет в пропитку я обычно в таком для шоколадного цвета тоже добавляю колер колер либо тот состав которым вот я покрасила хорошо распределяю равномерно если у вас большое изделие вы хотите таким цветом сплести то тут конечно придется красить вам подольше все теперь полностью высушил верхний слой так вот смотрите что у нас получается какой цвет ее можно уже покрыть пропиткой либо же можно сейчас в пропитку добавить еще колер если кого-то вот такой вот оттенок например не устраивает мы сейчас с вами возьмем в пропитку добавим еще колер либо же можно раствор этот добавить третья баночку перелила раствор там на дне немножко стекло я так и оставлю банку мыть не буду в своем случае я добавляю одну ложку пропитки потому что у меня количество небольшое уже регулируйте под свою под свое количество трубочек смотрите то что там осталось с краской я сейчас перемешаю принципе я колера сейчас добавлять не буду вот если бы я хотела с таких вот так такого цвета труб по получить цвет венге я бы сюда добавила черный колер черный с коричневым чтобы черный преобладал в цвете вот либо же есть пропитка дюфа цвет палисандр в тот цвет палисандр можно либо чисто им обработать либо же тоже разводить с колером так теперь покрываю трубочки пропиткой этой я такие трубочки покрываю на два слоя вы заметили я не добавляла сюда воды потому что там жидкость у меня оставалась еще на дне баночки то что мы не разводим трубочки он не разводим пропитку с водой я заметила что роли никакой не играет даже трубочки получается еще лучше вот один раз я обработала смотрите трубочки все слиплись я сейчас их вот положу не буду сильно их шевелить разложу вот так вот ровненько оставлю на 5-10 минут чтобы они впитались но смотрю чтобы они не склеились иногда они могут высохнуть быстро и могут склеиться так все разложила пока подожду пускай впитаются когда их можно будет спокойно друг от друга отделить вот прошло пять минут у меня я смотрю что трубочки отделяются друг от друга они не высохли но отделяются видите легко я могу их уже отделить теперь я могу взять подсушить феном чтобы у меня не ходить каждый раз их не чтобы рушать возьму фен и подсушим а 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 вот как вы видите я когда сушу трубочки я их него так раскладываю чтобы не трогать здесь лишнее не создавать и махренность бумаги до махренность покрытия и вот так вот их шевелю как шашлычки так трубочки меняют махристые получаются да вот с таким вот составом плотным я и подсушила чтобы краска полностью высохла с них теперь сначала я сушила горячим воздухом чтобы все в пропитках впиталась потом переключила на холодный чтобы трубочки не слиплись сейчас я их положу в удобный поддон и хорошенечко еще холодным воздухом пройдусь просушу вот просушила трубочки у меня сухие стали полностью теперь можно принципе так и оставить на один слой пропитки но я обычно делаю два слоя 2 чтобы трубочки получались прям супер качественная я сейчас второй раз уже пройдусь только набираю немножко пропитки чтобы они были блестящими как кожаные эти они сейчас не слипаются благодаря того что у меня мало на втором слое пропитки вот хорошо разделяются все прошлась трубочки пачкаться кстати не будут когда мы будем ними работать за это не переживайте так и разложила принципе если большой объем работы много трубочек то я вот на второй слой просто и выкладываю они подсыхают сами чтобы лишнее время не затрачивать ну сейчас я подсушу все подсушила этот слой видите он блестящий они как кожаные слышите этот хруст вот теперь можно их выложить на сухую поверхность куда-нибудь и пускай они лежат у вас сутки рекомендую сутки для супер качественных трубочек после увлажняем увлажняем я уже много раз рассказывала как после этого как сутки полежат беру под кран теплой водой струя наполняет трубочки изнутри сюда льется на наполняет изнутри держу так нас врачем покрашены на моем случае я буду держать секунд 15 10-15 потом не страхи я буду выложу вот так вот на поверхность они еще полежат полминутки трубочки пропитаются излишки я стряхиваю и распределяю на поверхности так чтобы верхнее покрытие у меня высохла чтобы она не была на нем не было воды после того как она высохнет хорошенечко я вот так вот и хожу распределяю до чтобы она высыхала после того как она чувствуете да на ощупь что трубочки не липнут что когда вы их так сильным нажимом трогаете там краска ничего у вас не сдирается вы их кладете в пакет в пакет кладу могу не заворачивать кончики могу вот так вот их оставить на сантиметр два и они у меня так еще лежат сутки сутки через двое суток вообще они будут прекрасными то есть внутри трубочка пропитана у нас полость полость набухает то есть там нет полость там внутри набухает вот она становится такой прямо как пухлый после вот плиту я не это покраска не для быстрого варианта то есть сутки полежала к раз краской сутки полежала в пакете даже можно двое суток на 3 вообще будет прекрасно на вторые сутки можно уже ними плести очень будут хорошие послушные качественные трубочки всем спасибо за просмотр поделилась с вами немного этим шоколадным цветом наконец-то подписывайтесь обязательно на мой канал лайки приветствуются вам не трудно мне приятно до новых встреч